ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Переговоры должны строиться на справедливом учете озабоченности России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий. Журналисты Reuters поговорили со своими высокопоставленными источниками в окружении пересидента РФ. Из их слов передали, что Кремль готов к переговорам с Киевом, при условии, что РФ получит территории до нынешней линии фронта включительно. Чуть позже усатая секретарша Путина Песков заявила, что это не так. Нынешняя линия фронта не может стать границей и вообще не является условием для переговоров. Несут всякую пургу, понимаете? Условия сохраняются теми же. Безусловно. Безусловно. Сам Путин тоже прокомментировал готовность договариваться. По его словам, Запад должен подтвердить, что Зеленский является легитимным лидером Украины. По кремлевской версии, он перестал быть президентом 20 мая 2024 года. А только потом можно будет о чем-то разговаривать, но не в формате ультиматумов. Но возвращаются не исходя из того, что одна страна хочет. Прокомментировал так называемый Путин и готовящуюся в июне встречу в Швейцарии, где будет обсуждаться мир по формуле Украины, который предлагает РФ освободить украинские территории, включая Крым, признать территориальную целостность Украины, гарантировать ей ядерную, радиационную, продовольственную, энергетическую безопасность, возвращение справедливости, то есть компенсации и наказания военных преступников, фиксацию, окончание войны, то есть полноценный мирный договор. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. По мнению Путина, участвовать в швейцарских переговорах для РФ бессмысленно, потому что там будет вырабатываться ультиматум России. Нас не предложают. Говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за. Ну, только не в формате навязывания, да. На всю эту путинскую болтовню можно было бы не обращать внимания, если бы не несколько «но». О переговорах между двумя странами начинают все чаще говорить и в самой Украине, и в Европе, и в США. Говорят, к счастью, робко и осторожно. Но говорят. С точки зрения политика или дипломата, рассуждающего формулами из учебников, если ни одна из сторон не может добиться победы, то единственный выход – это переговоры. Поэтому к ним будут подталкивать Украину. Для некоторых представителей гражданских властей Украины переговоры с РФ тоже могут казаться решением тех проблем, которые они считают для себя главными. Например, усиление влияния военных, усталость части населения от боевых действий, причем больше устают те, кто далеко от передовой. Переговоры позволят побороться за власть и получить западные деньги на восстановление страны в мирный период. Кроме того, в случае мирного договора с РФ можно будет в темную восстанавливать те связи, которые были у политических элит двух стран до 24 февраля 2022 года. А это деньги. К тому же их проще растаскивать по карманам, чем американскую и европейскую помощь, за которую приходится отчитываться. Другой уровень. При этом европейские и американские политики и дипломаты, похоже, никак не возьмут в толк, что переговоры с Путиным – это не способ достижения мира, а верный путь к новой войне. Одно вранье, одно насилие и один обман. Он нарушит любые договоренности в тот момент, когда сочтет себя достаточно сильным. Важно и дальше действовать наступательно и эффективно. Эта война – это прелюдия другой войны. Этого я тоже боюсь. Эта война – это Первая мировая в аналогиях. И любой мирный договор, подписанный на каких-то условиях, в ближайшие несколько лет – это будет Версальский мир. И потом обязательно будет Вторая мировая. Если Россия и так называемый Западный мир не захотят начать лечение, то будет и Вторая война. Те украинские политики, которые в теории не против переговоров, вероятно считают, что на них можно будет добиться каких-то приемлемых условий и гарантий безопасности. Это не так. Нет, конечно. Давайте представим сценарий, при котором условный Андрей Ермак начинает такие переговоры. Заключен мир, но на каких условиях? В Кремле и Совбезе РФ давно говорится, что Россия будет требовать присоединения тех областей, которые она уже включила в состав своей федерации. То есть придется отдавать всю Запорожскую область, всю Херсонскую область, которые далеко не целиком сейчас оккупированы. Донецкая, Луганская области и Крым с российской точки зрения вообще не являются предметом обсуждения. Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев, и Патюнку. Идем дальше. После заключения такого мира в Украине начнется политический кризис, которого не было никогда. Если РФ в таких условиях получит год передышки, то Путин без всякой мобилизации наберет в армию еще 600 тысяч человек и начнет новое вторжение. Бабки не ходят. И далеко не факт, что один раз уже преданная украинская армия сможет и захочет его останавливать. Смотрите, как оно будет выглядеть. Прекращение огня, если бы это было на линии границ. Это да. В этом есть резон. А теперь смотрите, что он делает. Вот он сейчас зашел в Харьковское направление. До 10 километров они прошли. Просунулось. И вот они стали. Если, например, у нас здесь прекращение огня, значит тяжелая техника, которая не подошла, они не смогли подойти из-за нашей артиллерии. Тяжелая техника, потому что они были уничтожены. А значит прекращение огня, их тяжелая техника будет подъезжать. Мне сказал, не хочу там говорить сейчас, какой лидер. Он сказал, давай сейчас вот остановим на какой-то период и посмотрим, как. Я говорю, хорошо, скажи мне, кто берет ответственность, что русские не подведут технику на нашу территорию. Он говорит, ну мы же будем видеть спутник и так далее. Я говорю, подожди, а как ты остановишь их физически? Ну как ты остановишь? Ты хочешь показать всему миру, что мы сказали о прекращении огня, а не выдвинули технику. Они за сутки дойдут. За сутки. Ты не успеешь. А ты только сутки будешь взывать к их порядку, к договоренностям, которые были и так далее. Поэтому для нас это очень опасно. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намеренно отправит на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов SkyRanger R-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов. Результатом харьковского перформанса для российских оккупационных войск стал абсолютный рекорд потерь личного состава за весь период полномасштабного вторжения в Украину. 30 240 оккупантов. И это при том, что до конца месяца еще почти неделя. С большой вероятностью месячный показатель превысит 35 тысяч рашистских военных. Примечательно также, что общее количество деноцифицированных оккупантов превысило показатель в 500 тысяч. У наших военнослужащих там потери санитарные. Два, три. Вот три дня назад было и шесть человек ранены. Потерь в вооруженных силах России нет. Дали тоже. Трамвайный парк взят там без потерь какой-то там бригады. А сколько наших пацанов на этом трамппарке полегло? Это ж никто бы это не сказал. Сколько после этого трамппарка дрались там? Сколько полегло? Информация опережается. То есть сегодня об этом говорят. Завтра мы это только делаем. Отчет, чтобы дать, понимаете. Отчет, чтобы дать. Трамв парк взят без потерь. А сколько пацанов там положили? Это уж никто потом об этом не говорит. Все, он уже стоит в трамв парк без потерь. Все. А что его брали там, один раз взяли, выбили наших оттуда. Еще раз брали. Еще раз убивали. Сколько там... Это шейная фабрика тоже самое. Просто накипело это все. Накипело. Потерь в вооруженных силах России нет. Самое главное это правда. Достоверность. Это наше самое главное оружие. У нас нет желания ни на кого нападать. Они встретились в Минске. И этот полет в так называемую столицу Республики Беларусь был обусловлен тем, что Владимир Путин решил доказать, что он не боится летать. Раисе тоже не боялся. Так вот, это мероприятие, переговоры двух диктаторов Белоруссии и, соответственно, России Владимира Путина и Лукашенко, очень интересный показали тренд. Абсолютно согласен с... В этой двойке сразу понятно, кто активный, а кто пассивный. Значит, перед этими так называемыми переговорами российская башня 1, 2, 3, 4 начали выдавать сигналы. Мы готовы на переговоры. Значит, за несколько часов до этой встречи Ройтерс, ссылаясь на 4 источника, сообщила, что Путин готов провести переговоры о перемирии в Украине по нынешней линии фронта. Сообщили очень-очень секретные источники. Ранее этими источниками были, соответственно, все официальные лица Российской Федерации, типа этой Машки Шмары, так некоторые в России называют официальный рот России, спикеромид России, ну, в общем. Официальная позиция о том, что мы готовы о перемирии, она звучит не впервой. Еще до декупации Херсона они говорили примерно то же. И тут возникает вопрос, а что так вдруг российская сторона начала транслировать вот этот вот тезис, что мы за мир. Нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Я благодарен президенту России. Ну и, естественно, этот вопрос почему-то вдруг случайно был поднят и на пресс-конференции. Давайте-ка разберемся с причинами происходящего. Перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал. А то как-то риторика такая, знаете, там на болотах, в том числе белорусских, она такая, знаете, мол, Путин хочет мира, а все остальные нет. Что Рашка самая добрая, честная, ну, в общем, пострадавшая сторона. Но нет. Мы этих фашистов, Бела и Раша, видим насквозь. Значит, к чему бы вдруг начал звучать такой вопрос? Информационное агентство «Белтон». Здравствуйте, Александр Георгиевич, Владимир Владимирович. Вопрос о Украине, в частности, в связи со стечением президентских полномочий Владимира Зеленского. Как вам видятся перспективы возможного возобновления мирных переговоров с Украиной? Мнение Лукашенко и Путина по поводу легитимности Зеленского давайте-ка оставим им для обсуждения с друг с другом. Потому что не этим двум, а военным преступникам, в принципе, на эту тему рассуждать. Особенно если учесть, что у Луки потенциальные кандидаты в президентов. В президенты сидят в тюрьме а-ля Тихановского, например. Там есть еще и Мария Колесникова. Некоторые уже забыли эти фамилии. Ну и про Тихановскую саму тоже по большому-то счету можно уже не вспоминать. У Путина ситуация аналогична. Он своих политических конкурентов или убил, или замордовал. Некоторые в качестве политических эмигрантов успели спрыгнуть и уехать. Вот, собственно, все. Поэтому вот эту часть вопроса до свидания, до побачения. Не двум этим дедушкам нам тут что-либо подсказывать. Вопрос в другом. Что тему переговоров поднимают почему-то опять. Та сторона. То есть наши враги. Враги вдруг решили поговорить о переговорах. Значит, Путин, естественно, надувал щеки. На Лукашенко тоже. И тут вот такая, знаете, финальная фраза по поводу того, что срочно нужно начать переговоры. Она была за Лукашенко. И вот ощущение, что кто-то переигрывает. Думаю, что этот год многое определит. Очень много. По-живому видим. Мы никуда не торопимся. Россия тем более. У нас позиция единая. Мы не прячем ее. Будем работать вместе. Спасибо. Это называется торги. Торги по-кремлевски. Вот эта вот фраза Лукашенко, что, мол, он и Путин никуда не спешат. Ну, я не знаю. Если вы никуда не спешите, то почему вы чуть ли не хором повторяете вот этот вот тезис о переговорах? У нас в Украине все прекрасно понимают, что да, войны заканчиваются переговорами. Значит, вот эти вообще размышления на тему «давайте договоримся где-то посередине», они обусловлены, во-первых, тем, что на вторую половину июня намечен саммит мира. Именно Зеленский, как президент Украины, будет главной персоной на этом мероприятии. План Украины простой. Руссо-белоруссо-нацисту-фашисту. Идите домой. Ну, собственно, все. Там есть еще некоторые аспекты в части компенсации того, что они здесь сделали. Но главный тезис – это вывод российских войск с территории Украины. И вот сейчас Владимир Путин говорит, что он тоже, в принципе, за мир. Он готов разговаривать. Но, как обычно, у него какие-то странные условия. Но вот почему вот эта фраза «мы никуда не спешим» – она ключевая. Якобы никуда не спешат они. Во-первых, нужно читать новости правильно. Значит, источники в Кремле Ройтерсу, Хором рассказывают о том, что Путин готов к переговорам. С другой стороны, мы видим интересную ситуацию на линии фронта. Во-первых, остановлено российское наступление. Это уже произошло. Это констатируют и российские нацисты, и мы видим. Понятно, что они стреляют. Понятно, что еще могут быть и территориальные потери. Да все возможно. Кроме прорыва фронта. Это первое. Во-вторых, Ройтерс говорит о переговорах, а в Штатах сообщают, что первые украинские пилоты закончили подготовку. Наверное, дальше они в отпуск пойдут. Или все-таки получат свои боевые самолеты с соответствующими ракетами. Правильно? Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.